Приветствую вас! Поскольку обе ваши дочери подростки, то давайте попробуем исходить из того, что то, что произошло, является прямым следствием отношений именно ваших дочерей. То есть, если, например, подруга младшей дочери, вот самый такой плохой расклад берем, если подруга младшей дочери действительно забрала косметический набор, то ситуация такова, что ответственность несут за это кто? Ваши дочери, конечно. В частности, младшая и старшая. То есть, младшая несет ответственность за то, что ее друзья там делают что-то не совсем правомерное, что-то не совсем правильное, потому что, ну, а кто отвечает за действия друзей правильно? Хозяйка. Младшая дочь, младшая дочь кто? Хозяйка. Соответственно, раз она хозяйка, то она и ей отвечает. И вот подобный момент, подобный аспект очень важен. То есть, вы можете очень просто и легко сказать своим дочерям о том, что разбираться, никого наказывать вы не будете, просто потому что это было бы вмешательством в их жизни, в их отношениях. Что не является правильным, что не является допустимым для, например, вас. И, соответственно, вы предлагаете дочерям разобраться самостоятельно. А с кем, значит, что произошло? То есть, вы предлагаете дочерям самостоятельно разбираться и нести ответственность за то, что случилось с вами. Ну, за то, что случилось с ними, да, в косметической. При этом, при этом, важно понимать, что вы никак восполнять потерю косметически не будете. Это вам тоже нужно сказать. То есть, нужно быть достаточно жесткой, демократичной и последовательной, но только в том, что касается интересов своих дочерей. А в том, что касается ваших интересов, желательно быть куда более жестким. Потому что, в противном случае, вами могут пользоваться. А это все-таки не есть хорошо для вас. Я надеюсь, что вы это понимаете. Таким образом, получается что? Таким образом, получается следующее. Вы говорите с моим дочерям. Ситуация неясная, ситуация неприятная, ситуация мутная, доказать ничего нельзя. Обращаться к родителям, это значит портить отношения. Вы этого не хотите. Значит, девочки пусть разбираются сами, но косметичку вы покупать, восполнять не будете. И вообще говоря, на будущее вы можете сказать, что если что-то пропадает из вещей дочерей, как бы пропадает в таких ситуациях, в таких случаях. То есть, если такие случаи будут повторяться, что будут пропадать вещи, что подозрения не могут падать ни на кого, кроме, как говорится, ни на кого, кроме подруг, девочек, то вы эти вещи возмещать не будете. То есть, ответственность за сохранность этих вещей несут ваши дочери. Далеко и полностью. И это, пожалуй, все, что вам нужно сказать. При этом стоит заметить, что если пропажа будет что-то, пропажа будет ваших вещей, то есть, уже взрослых, вас взрослых вещей, то вы сразу же обратитесь к родителям, потому что пропали ваши вещи. И именно так ситуацию и можно представить. Что вы этим добьетесь? Чего вы этим добьетесь? Ну, во-первых, вы покажете своим дочерям, что, вообще говоря, не желаете вмешиваться в их жизнь. И хотите, чтобы они сами решали свои проблемы. Хотите, чтобы они сами учились решать свои проблемы. Вы покажете дочерям, что вы не желаете им вреда. Покажете своим дочерям демократичность. Но при этом дадите понять, что ответственность за свою жизнь и за свои вещи, они уже несут сады. То есть, к вам обращаться по этим вопросам им вообще как-то, ну, мягко говоря, не с руки, не с подручных, если угодно. Вот такой термин, да, не с подручных. И, собственно, вот так, я думаю, на вашем месте можно поступить. Вариант совершенно беспроизвестный. С одной стороны, вы даете свободу своим дочерям, с другой стороны, ограничиваете эту же свободу, да, значит, как бы, ответственностью ограничиваете эту свободу. И, соответственно, вам это, ну, кроме как положительных моментов, кроме как положительных моментов, ничего не принесет. Другие варианты, например, там, разговоры с подругами, разговоры с дочерьми и, собственно, попытка показать, что это плохо, ну, боюсь, боюсь, это ни к чему хорошему не приведет, просто потому, что, в принципе, дочери, они и так либо знают, что это плохо, либо, соответственно, не знают. Если в этом возрасте они не умеют отвечать, что хорошо, например, а что плохо, то вряд ли вы их научите уже, ну, на данный момент вряд ли вы сможете это до них донести. А если они знают, то они сами больше не допустят подобного. И вам не придется как-то выставлять себя, например, как каким-то, там, допустим, тираном, да, и так далее. Потому что, ну, я понимаю, что вам это может быть неприятно. Если вы обратитесь к родителям, то я боюсь, способствовать, атаковать, что у ваших дочери будут просто проблемы в отношениях, проблемы в отношениях с друзьями, и это, ну, просто-напросто негативно скажется на них самих самих. То есть, как бы, безусловно, понятно, что вы это хотите как лучшее. Это понятно. Но родители часто, вот как раз, живая как лучше, могут испортить жизнь своим детям, при том, что подобные ситуации, они, ну, неприятны, как сказать, конечно. Но в глобальном смысле, в глобальном плане, они естественны, потому что так решается вопрос доверия. Так решается вопрос в их выборах, друзей. И так эти самые друзья проверяются. И ваши дети, ваши девочки должны через это пройти. Ну, по крайней мере, по крайней мере, таково мое мнение, что они должны через это пройти. Вы, конечно, и безусловно в праве сами выбирать, в праве сами решать, то есть, считаете ли вы, что, например, я, допустим, правильную вещь говорю или нет, или наоборот, вы считаете, что я не прав решать здесь только вам, потому что, ну, просто потому что я не имею права вам давать каких-то рекомендаций, именно, ну, более таких конкретных, чем те, что я дал вам сейчас. Еще раз повторю, нету какого-то у меня стремления или желания навязывать вам какую-то точку зрения, говорить, чтобы вы поступали именно так, а не иначе, хотя бы потому, что, ну, наверное, вы сами понимаете, ну, сами знаете, сами понимаете, как вам поступать, и я более чем уверен, что легко и хорошо справитесь в этом плане без нас. Но, тем не менее, вы все-таки обратились к нам, и подобное мнение, оно является во всех отношениях выдержанным, подобное мнение является во всех отношениях таким, я бы сказал, лояльным, да, по отношению к вашим девочкам, и несет в себе смысл, несет в себе, как бы, несет в себе ту задумку, чтобы, ну, все-таки не навредить, не навредить детям, да, не испортить им жизнь, а все-таки как-то постараться научить их чему-то, научить их чему-то, ну, правильному, да, и к каким-то, ну, какому-то новому опыту. При этом показать, что, вообще говоря, ну, интересы людей, например, например, ваши интересы, например, интересы, там, девочек, да, они все-таки, ну, должны учитываться. Потому что, если защищать эти интересы некому, то, соответственно, откуда тогда воздмется какое-то, ну, взросление, да, какое-то развитие, откуда тогда воздмется понимание того, там, что действительно важно, а что нет. И вот это тоже очень важно донести до ваших дочерей. Без огречий какой-то, да, без каких-то, там, ругательств, без каких-то, там, претензий, без явного осуждения, это на самом деле, ну, действительно не нужно. Просто это ничего не даст совершенно вашим девочкам, а наоборот, наоборот, может породить у них какие-то страхи, там, комплексы, и вообще, ну, будет только хуже. Поэтому я думаю, что поступать вам нужно именно так, ну, а будете вы это делать, не будете вы это делать, решать уже вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!